по цвету фонаря я самонер призвал кузнеца кузнец не все оружие на нас напали и и и и и и и и Уголки, там вот это всё скрепил, порезал, вроде всё понятно. А это, между прочим, произведение искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас ледиками будем заниматься. Можно, так сказать, на финиш, на прямой можно сказать. И плавным движением руки ведики превращаются в ладнёнчики. Вот так вот выглядит законченный продукт, который будет в две полосы на крышу монтироваться. На потолок. Надеюсь, сегодня покажу, как это даже работает. Бам нахуй! Это у нас бирзовенький, а вот это у нас красненький, а вот это беленький, фиолетовенький. А самое важное, кстати, ещё дорогая лента, что я взял, потому что есть просто белый свет, который фонит и обычно некомфортный. Такой вот, тёплый, жёлтый, для комфортного времяпрепреждения. Это дополнительный шестой LED идёт в светодиодной ленте. Итак, что мы имеем? Это сердце нашего автомобиля. В основе лежит два литифосфат-полимерных аккумулятора по 150 Ач каждый. Соединены они последовательно. Соответственно, начнём с входа. Это силовой кабель с передних аккумуляторов, который соединяет наш, скажем, источник питания самого дома с машинным аккумулятором. Таким образом, они, в принципе, постоянно подзаряжаются от солнечных панелей. Автомобиль не имеется в виду. Также в этих аккумуляторах специальная плата стоит, которая позволяет запускать, скажем так, прикуривать автомобиль. Если передних аккумуляторов мощности не хватает, то здесь рассчитан пусковой ток до 800, по-моему, ампер. Так, дальше. Через флажковый предохранитель, автомат, у нас идёт шина распределительная, силовая. Отсюда у нас идёт развилка на аккумулятор, вход. Так даже лучше. Солнечные панели. Здесь есть маленькое разветвление на выходе. Это специальное реле, которое подаёт, соединяет, скажем так, силовой кабель солнечных панелей и питание МППТ, МРТ, не важно, как он называется. Контроллер, короче, солнечных батарей. Нужно это для того, чтобы при внезапном отключении источника питания автодома не сгорел этот самый контроллер. Потому что, если на нём нет питания, а солнечные батареи продолжают работать, то велика вероятность, что он сгорит. В принципе, 99,9%. Поэтому, если такое реле, масса здесь общая. Силовой плюс, грубо говоря, идёт вот от этого предохранителя. То есть, выключается МППТ вместе с солнечной батареей. Включается точно так же. Вот. Чикс. Здесь загорелось. Два плюса соединились. Соответственно, всё работает в комплексе. Это у нас Bluetooth от этого МРТРТ. Блин, как же это называется? Не важно. Чтобы с телефона можно было смотреть текущие, вот сейчас 0 А заряд идёт, потому что ночь. Эта приблуда позволяет с любого телефона, Android или iOS управлять, ну или как минимум смотреть, не управлять тоже, всеми функциями этого МППТ. В том числе, вот есть такая-то штучка, это отдельное питание, грубо говоря, миной батареи, чисто от солнечных панелей. Если нужно что-то запитать, а не с акумов, вот можно здесь выход сделать, подключить что-то. И с телефона кнопочкой включать-выключать. Я планирую сюда какой-нибудь, наверное, внешний свет подключить в будущем. Для того, чтобы сидя на улице, можно было включать-выключать. Так, выключаем. Дальше, что идёт у нас. Ну, это про открытель, понятно. Дальше, здесь камбель пошёл от входа самого на распределительную коробку для мелких потребителей. Тут подписано всё. У нас задействованы сейчас не все. Меньшенство, на самом деле, задействовано. Также здесь минусовая шина, что очень удобно для того, чтобы тут не громоздить соединение. Тут тоже для мелких потребителей. Большая часть включателей-выключателей у нас вот там по кабелю идёт в стенки проводка вот сюда. И уже здесь управляется самое нужное, скажем так, элемент. Это внешний свет, внутренний свет отгорит. Люк. Люк с датчиком дождя, с автозакрыванием при этом случае. 10к рестей. На вдув, на выдув работает. Плюс подсветка LED. Давай покажу. Вот. И с дистанционным пальтом он идёт. Короче, очень удобный. В районе 180 долларов он стоил с доставкой с Алиэкспрессом. Недёшево, но дешевле, чем американские бренды. Два усилителя. На сабвуфер у меня отдельно стоит и четырёхканалка. Два задних динамика. И там два передних. Мидбас с пищалкой, соответственно. Включение насоса. Вода. Это датчик. Давайте покажу. Так. Что, звук? Ну, это вот датчик воды. К сожалению, короче, выбрал с подсветкой красной. Надо было немножко что-то понейтральнее брать. Поэтому, чтобы оно ночью нам не слепило, я его выключаю. И отопление. Китайская Webasto. Собственно, вот это верхний дисплейчик от отопления. И контроль прихода и ухода заряда с аккумуляторов. Сейчас показывают ноль, потому что была выключена система и он обнулился. Там устанавливается номинал батареи в нашем случае. Сумма это 300 ампер час. И через вот такое вот беспроводное кольцо, которое проходит через массу, через носовой кабель. Вот этот блочок передает все на вот тот внешний дисплейчик. Показывает достаточно четко, должен сказать. В принципе, доволен. Так, что у нас тут еще есть? Разрыватель массы для экстренного отключения. Скажем. Система этой всей автодома. Пам-пам-пам. Ну и на ве... Ну так же бокс у нас тут тоже через ложковый цирк. Видите, подключен. И вот этот вот моток проводов, еще они подключены. Это будут у нас электровинтовые опоры для кровати, которые будут у нас на них держаться. То есть подниматься вверх. Для того, чтобы можно было здесь ходить днем, много места было, мотоцикл там загонять, ставить. И на ночь вот этим вот переключателем у нас сверху будет опускаться. Они будут стоять по периметру. Четыре штучки. Ну, мы до этого еще дойдем. Это, так сказать, другая совершенно история уже. С этим делом мы будем городить по ходу три уровня, потому что, чтобы экономить место. Сейчас мы поставим такую досточку вот на вот эти специальные крепления. И сверху сделаем уровень 220. Питание уже. Для этого у нас здесь два инвертора. Первый и второй. Один на четыре киловатта с чистым синусом. Мало верится на самом деле, что он тут есть вообще чистый синус и все четыре киловатта. Но будем тестить. И второй один киловатт модифицированный синус. Он, скажем так, достался в бонус с этим бусом. Грех выкидывать. Мы его отдельно поставим на холодильник. Потому что он работает постоянно. Чтобы холостой ход этого, скажем так, не съедал лишнюю электроэнергию. На этот у нас инвертор будет стоять бойлер, который находится здесь. Открывайся. А, там чуть мешает. Вот, он берет два киловатта как раз. Два киловатта. И розетка будет внешне. Мы еще не подцепили. Тоже через автоматы. Записано на четырех киловатт инвертор. В принципе, по электрике пока, наверное, все. LED-освещение. Обычное. С контроллером, там, спрятанным. С пультом. С кучей режимов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА